Привет! Вы на канале MyEnglishFAQ. Меня зовут Оксана, и я частный преподаватель английского языка. Занимаюсь преподаванием последние 20 лет. Сегодня, мне кажется, настала пора поговорить о трёх словах. Когда носители языка увидят эти три слова, написанные вместе, они немало удивятся. Потому что, в общем-то, первое слово никакого отношения к двум остальным не имеет. Но наши соотечественники, изучающие английский язык, часто путают как раз первое и второе слово. Итак, давайте разберёмся. Первое слово – это шеф. Смотрите, как просто. Ведь так и написано. Не надо ничего придумывать. Шеф – это самый главный повар. Поэтому мы с вами отделяем это слово от двух оставшихся красной чертой и больше никогда не смешиваем его со вторым словом, которое звучит как «чиф». «Чиф» – это слово довольно смешно звучит для нашего с вами уха. Но на самом деле «чиф» – это очень важный начальник, самый большой. Иногда это генеральный директор. Само слово «чиф» означает «вождь племени». Вот он как раз и вождь того самого своего бизнес-племени. То есть это может быть генеральный директор. Те из вас, кто имеют отношение к бизнесу, прекрасно знают известную аббревиатуру «CEO». Вот как раз «CEO» – это «чиф», «экзекьютив», «офисер», то есть «главный», «исполнительный». Нет, не офицер. Мы можем перевести это как «исполнительный директор», «генеральный директор». Конечно, здесь нужно сделать небольшую оговорку, потому что есть компании, например, американские компании, где может быть несколько должностей под названием «CEO». Здесь все по ситуации. Я не утверждаю, что это универсально работает на весь мир. Но обычно «CEO», когда произносится эта аббревиатура, или просто «CEO», как наш народ любит все это сокращать и упрощать, это подразумевает очень важного на фирме человека, как правило. Чего не скажешь о понятии «босс». Дело в том, что слово «босс» для наших соотечественников, русскоговорящих людей, украиноговорящих людей – это слово очень такое массивное, солидное, я бы сказала. И у нас часто говорят «шеф пришел», «босс пришел». Именно поэтому мне и пришлось объединить все эти три слова в одно видео. Что такое «босс» в английском языке? Приведу простой пример. В одном из учебных заданий нам нужно было с учениками найти ошибку в следующем предложении. Что это означает? Пойду-ка я спрошу у начальника, можно ли мне сегодня уйти домой на полчаса раньше. Поверьте, никакой «чиф» такими бытовыми вещами в офисе не занимается. Поэтому представьте себе, что ошибка заключалась только в том, что слово «чиф» нужно было заменить на слово «босс». потому что все бытовые рабочие моменты решает, скорее всего, ваш непосредственный начальник, тот, кто ближе всего к вам по карьерной лестнице. И это в английском языке ваш «босс». Поэтому, если вы ощущаете, что слово «босс» в русском языке весомое, солидное, уважаемое и респектабельное, то в английском языке оно вполне повседневное, простое и, можно сказать, даже банальное. Итак, подведем итог. «Шеф» – это тот, кто отвечает за приготовление пищи в ресторане, например. Это главный повар. «Чиф» – оригинально это вождь племени, а значит, это очень большой начальник на фирме. Повторюсь, таких начальников в некоторых фирмах, если они очень большие, может быть, несколько, но они очень-очень солидные начальники. Или они возглавляют какие-то важные отделы большой фирмы или бизнес-структуры. И последнее. Очень повседневное, простое, обыкновенное слово «босс» в английском языке означает «ваш непосредственный начальник». Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечу. До встречи. Пока.